представляем вам александр григорьевич аптекарева александр григорьевич представьтесь пожалуйста сами добрый день я живу в деревне залеса в тульской области 26 лет назад на первый раз своими друзьями то я приехали в деревне было всего два дома ну вот полуразвалившийся жил там один человек еле-еле он сумел перемог пережить зимой иногда убегал в соседнюю деревню в общем деревне не было мы приехали вот за 26 лет наши деревни наши деревни просто жила 43 дома сейчас там проживает круглогодично 12 семей в каждом доме сады огороды ну потрясающе красиво мы провели себе электричество туда отдельно помогла тульская область мы провели за свой счет газ в каждом доме практически газ это отопление это все что угодно газ это замечательно деревне нужно знать и когда наши жители сейчас собираются летом нас рядом с нами есть еще такой замечательный снт и ушка это работники курчатских и курчатской системы которые защищают и защищают безопасность нашей отчизны они участвовали борьбе борьбе с последствиями чернобыльской аварии в общем и замечательным людям выделена эта земля была но вот нас там проживает летом более тысяч человек на этой земле и и вот когда мы сталкивались с ответом что почему так я стал и разговор с людьми из того же самое министерство экологии московской области ну что же там небольшие участки надо смотреть всего когда максимальное количество людей скапливается это лето у нас там на остановке на это иногда по автобусе было невозможно в общем удивительная деревня и там эта деревня практически все друзья родственники это все близкие и вот когда мы все это знали благодаря во-первых конечно удивительной женщине я не понимаю конечно какие сил хватает я смотрю на вас она то же самое вы молодцы вы для меня вот например пример если вы не сдаете женщины я мы мужчину точно не садимся и вот она нас подняла ты делаешь нас еще замечательный совершенно депутат тульской области мордвецкого муниципального образования сметанкин евгений он фермер у него свое фермерское хозяйство и вот с чего все началось наша история оказалось он попросил 2015 году предоставить ему землю границу из тульской области каширскую землю в аренду у нее был ответ из кашира о том что эта земля уже передана в результате торгов другому физическому лицу это было 2015 год там он другом физическом лицу мы с вами можем увидеть по документам другие физическим лицом оказалась московская область эта земля была перед на московской область это был обман это было все заранее насколько я по подготовлена но продолжают эти люди там работать и выращивают там зерновые они сейчас там собирались построить хороший завод комбикормовый завод который ну кормил бы животных всех ну вот сейчас вопрос а как жить дальше как как куда где сеять все если будет этот полигон и вот тогда наши люди поняли вообще всю эту опасность начали писать письма писем обращение было масса при во время прямой линии обратился из наших деревьев друзья же приезжает ко всем более 500 500 обращений на прямую линию президенту у нас даже мальчик восьмилетний дозвонился очень гордился тем что ему с и помощник президента ответил ему буквально было сказано так передайте пожалуйста президенту чтобы он запретил строить здесь этот завод как он сказал иначе здесь погибнуть все животные лес и мы погибли вы слова восьмилетнего ребенка вот и тогда все конечно соединились и стали писать письма обращение более ста сорока семья обращений все обращения в итоге уходили не сердце экологии московской области и стандартный ответ общественные слушания проводились проект не разработан но каждый раз каждый раз когда мы были на общественных слушаниях на публичных слушаниях в различных муниципальных образованиях там же самое рядом с каширой люди больше половины людей как больше по три четверти не знали что строится рядом с ними и самое интересное самое обидно однажды мы были на богатище у нас слушаниях и вот мы стали возмущаться как они это могут делать на горды тут ничего не будет тут ничего нет а мы видим на людей в глазах удивление страх и вот когда закончилось собрание нам подошли простые женщины искали вы знаете где мы здесь работаем мы не можем сказать против ничего а вы пишите вас обязательно получится обязательно то что вы правы и конечно для нас это поддерживает постоянно и мы продолжаем работу но невзирая на то что мы против этого смотрите как действует правительство московской области и а тульское правительство отдельная тема 30 октября 2017 года на заседании совета по правам человека после выступления бабка боброва заместитель председателя очень хорошее выступление по поводу 1 раздельного сбора мусора выступает презент и говорит я благодаря прямой линии услышал о проблеме мусорных об мусора мусоропереработки так далее бабай проблеме работы с мусором благодаря именно прямой линии я услышал что в тульской области а наши это услышали тульская область существует такая проблема да и я считаю он сказал так президент что необходимо обязательно порядке согласовывать обсуждать жителями близлежащих населенных пунктов не говорит это московская до тульского близлежащих населенных пунктов строительство подобных комплексов это это было заявление президента 30 октября 2017 года а теперь слушайте 7 ноября 2017 года знаменательная дата 100 лет октябрьской революции выходит распоряжение вот она распоряжение главного управления архитектуры городской с московской области о подготовке документации по планировке территории для строительства полигона для средства подъезда к объекту по обращению с отходами городского круга кашира московской области послушайте нам же как ничего нет никаких проектов ничего нет и вот выходит постановление 7 числа народ удивлен 12 и 13 на это поле где они планируют делать дорогу а дорога это но представляете какие крупные машины будут идти идти не в одну сторону туда и обратно ширина дороги и мы увидели эти отметки дороги это где-то порядка 40-50 метров местные жители просто приехали показали это страшно было двенадцатого и тринадцатого приезжают машины которые ставят туда отметки по этой дороге 14 числа выступает упоминаемые здесь министр экологии и говорит что им с большим трудом удалось согласовать расположение этих полигонов в том числе и нашего с кем согласовывать расположение то чего много раз говорили где общественные слушания где разговоры с людьми люди даже не знали этого нет и на этом они останавливаются ответы приходят все одинаковые у нас все хорошо проекта нет но мы разрабатываем до планируем на пока ничего не разработана тульская область нам отвечает мы против этого тульского у нас есть писем в котором тульской прессыгать мы просьбе мы заражаем против строительства в этом месте все опять тишина покой и 22 февраля 2018 года выходит очередное распоряжение подписанное господином губернатора московской области о целесообразности о целесообразности заключения соглашения между правительством московской области слушайтесь о целесообразности заключения соглашения между правительством московской области и обществом с ограниченной ответственностью каширский мпк об обеспечении реализации масштабно инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса и полигона на земельном участке, предоставляемым в аренду Общину сограниченной ответственности Кашистской МПК без присвоения торгов. Не берем финансовую заставку, присвоение, не присвоение, но проекта нет, ничего не известно. Но открываем опять же это распоряжение и видим, господи, а инвестиционный контракт на сумму 2,3 милли... Сейчас я вам скажу, сколько, на сумму 2,5, почти 2,5 миллиарда рублей. Это оборудование. Да, это инвестиционный контракт. Александр Григорьевич, но очень важный вопрос. Дело в том, что мы все вместе выступаем за введение раздельного сбора отходов и за переработку, а вы выступаете против мусороперерабатывающего комплекса. Вот расскажите здесь, поясните, о чем вы? Я считаю, что нужно обеспечить нормальное расположение подобных комплексов по отношению к населенным пунктам. Это первое задание. Иначе это будет катастрофа. Это не должно находиться в 600 метрах, как от нашей деревни. Это гибель. Наша деревня по территориальной схеме находится и Ленинская в километре от этого места. Это значит, в этой зоне, как вот рассказал специалист недавно, самые вредные диоксины, фураны и так далее. Даже не говоря о сжиганиях. Там выбросы будут сумасшедшие просто. Люди погибнут. И поэтому я считаю, что для того, чтобы принимать такое решение, нельзя одну беду, которую московская область, закрывать, другой более мощной. Сейчас уничтожая, как таким образом убирая полигоны в других местах Волоколанских, мы все видим, мы ставим более мощный полигон здесь. Мы прекрасно понимаем, что весь мусор пойдет туда первым делом, чтобы только успокоить людей. Технического решения нет. Нет технического решения. Ваше предложение? Мое предложение, должна быть создана специальная комиссия независимых экспертов, которые скажут, как и где это можно сделать. Об этом заявляли члены правительства Московской области, я слышал это. Они должны это сделать. И пока они это не сделали, они не должны строить новых полигонов. Они максимально короткие сроки должны решить. Вот здесь это можно делать. И если в Московской области нигде нельзя это сделать, то будьте добры, скажите, вот здесь это будет строиться. А люди, которые живут рядом с этим смертельным полигоном, должны быть переселены в другое место, должна обеспечена их безопасность. Вот это человеческое, нормальное, правильное решение. Остальное это просто нарушение. И, в общем-то, это грозит всем. Вот такова моя позиция.